Всех приветствую дорогие друзья, с вами Камилькар Барко и у нас сегодня снова онлайн бой, на этот раз у нас бой 2 на 2, со мной в команде мой соклановец, так, я полу, мой идиок, ну короче матфит, я его называю сумасшедшая голова, я, недавно этот парень у нас в клане, играет примерно 3-4 месяца, ну довольно таки неплохо, неплохо у него это получается, он играет за Карфаген, я за Парфию, против нас Армения и Англические города, начнем со стола моего друга, 6 лёгких конниц полностью в золоте, 6 пачников также в золоте, 6 воинов священного круга и 2 по низких копья, вся армия полностью в золоте. У меня на бой состав я подбирал под Армению, я взял такой довольно таки, ну я его нигде не видел, сам, сам его себе придумал, 2 х армянские, эээ, армянские парфийские полностью в золоте, 6 лучников, само собой в золоте, 2 пачников в золоте, 2 крестьянина, по поводу катафрактов, у меня 2 верблюда ката в золоте и 3 обычных катафракта, и катафракт генерал, он у меня прокачен, если я не ошибаюсь, в серебро, атака и защита. Ну почему я взял катафракта верблюда, потому что у этого парня, не катафракт верблюда, а генерала, генерала я взял исключительно ради его дудки, потому что у катов вообще сама по себе мораль низкая, а у катафракта верблюдов она еще ниже, и вообще парфий не отличается особой какой-то сверх мощной моралью, и поэтому я взял гену с дудкой, именно для того, чтобы поддерживать боевой дух своей армии, для того, чтобы снимать боевой дух врагам, когда генерал будет в дудку, он не только повышает мораль своей армии, но и снижает мораль вражеской армии. Вот у меня здесь 2 крестьянина, как они стояли с начала игр, так они у меня здесь и будут стоять, я про них, если честно, забыл с самого начала игры. Так, ну, у нас сейчас идет расстановка против нас, расскажу про наших соперников, против нас играет Кох Нинзинумбау, и он играет за Греческие города, и за Армению играет Саркиз Варавар, очень опытный парень, он игрок бывшего клана Гонд, сейчас без клана, но не смущайтесь, я думаю, те из вас, кто играет в онлайне, знают этого парня. Так, закончили мы расстановку, посмотрим по составам. За Армению 5 катафрактов, 6 лучников, 3 копья, копья по мосту в золоте, 2 х, 1 арабская, хашки тоже, нет, хашки просто золотой атаки, по-моему. Ну, довольно-таки, довольно-таки, ну, на мой взгляд, опять-таки, мне кажется, это неправильный состав, нужно было брать, нужно было брать хотя бы, ну, не, хотя бы 6 катафрактов, копья армянские здесь, в принципе, вообще не нужны, здесь мало что могут сделать, учитывая то, что в союзе с Арменией идет Греция, фактически, единственная, единственная сильная сторона этой фракции, собственно говоря, копья, понятно было, что за греков будут, будет большая куча копий, армянские копья, здесь, извиняюсь, не в пизду, не в Красную Армию, но парень опытный, ему виднее, собственно говоря. Так, давайте теперь посмотрим состав за греков, 3 отряда бротиковой конницы, 4 критских ученика, криты в золотой атаке, 4 обычных ученика, по пехоте, 1, 2, 3, 4, 5, 6 тяжелых коплитов, полностью в золоте, генерал-спартанец, тоже прокачанный, золото защиты и серебро атака, по-моему. Итак, начнем бой. Ну, можно поставить на небольшую перекладку, на вторую скорость. Ну, с самого начала мы с моим соклановцем начали допускать такие нелепые ошибки, но сейчас вы все это увидите. Косяков было многовато у нас. И, если честно, в какой-то определенный момент игры, я, ну, если честно, думаю, что мы проиграем эту битву, потому что, посмотрите, сейчас здесь будет момент, будет видно, как мы полностью, почти в сухую, сливаем перестрелку. Ну, я, соперник нас, ну, изначально у них был перевес именно по стрелкам, в принципе, у нас перевесы по копиям, карфагенские копия, выносят копия греков. так, и у катном, по тяжелой каве у нас парфия, у парфии верблюды, как вам известно, верблюды это самая сильная кавалерия, она один на один выносит любую другую конницу, абсолютно любую, у нее вообще параллельно. И поэтому, в тяжелой каве у нас был тоже перевес, но враг превосходил нас по стрелкам, четыре критских ученика, это пиздец, какая мощь, сейчас, смотрите, зашли критами, мой партнер по этому бою, стоит своей легкой, подставил спину, сейчас вообще можно было бы дать пару залпов в спину легкой конницы, у меня, посмотрите, в одном отряде осталось уже 26, в другом 23, это очень нехорошо так получается, у нас хашки работают, как армянские, так и мои, армянская хашка понесла довольно-таки большие потери одна, моя хашка пострадала меньше, моя хашка крутится в своих войсках, в союзных войсках, это замедляет скорость, с которой она вращается, а чем медленнее вращается хашка, тем больше она получает, лучше я пострелял по катафракту, пока он стоял боком, я хотел пострелять, и вот здесь проевал момент, если честно, с хашкой своей, она у меня побежала, но она еще вернется, здесь я стреляю по кату, снос два катафракта, но делать этого абсолютно не нужно было, и вот сейчас здесь происходит такой момент, и я замечаю, что армянский катафракт, они разделились, во-первых, в Армении их мало, всего лишь пять штук, во-вторых, они часть здесь, другая часть где-то на другом месте, на одном фланге, другая стоит по центру, но это понятно, он своим катафрактом прикрывает на своих лучников, вот, легкой карфа, но в данном случае это сыграло с нашими соперниками довольно-таки роковую ошибку, я этот момент замечаю, пишу своему сопернику, что нужно продавливать фланг, мы уже абсолютно забросили один из своих флангов, вот этот вот правый, и сосредоточили все свое внимание на нашем левом фланге и правом фланге соперника, само собой, посмотрите, сейчас мы идем в атаку, я здесь замечаю, что мой союзник опаздывает копьями, вот сейчас это очень плохо, я вот здесь залетел в бок копью, посмотрите, как оно быстро сдулось, и здесь начинается замес, смотрите, во-первых, у меня здесь численный перевес по катам, четыре моих, четыре ката Армении против шести моих катафрактов, кат генерал, он в мясе ложит, ложит каву не хуже, чем любой катафракт, здесь легкая карфа разогнала лучей, и это снижает очень сильно мораль ката, у которых и так низкая мораль, посмотрите, вот даже можно взглянуть армянского ката, и здесь показаны бафы, и т-бафы, посмотрите, подавленные, видя, как друзья отступают, свежий катафракт, 24 человека в отряде, но мораль у них уже очень сильно подрублено, сейчас еще и верблюды ударят в бок, и в таком полуокружении окажутся, окажутся армянские катафракты, давайте поставим на обычную скорость, это все сейчас будет видно, вот каты зашли в бок, и здесь заходит карфагенская легкая, но это было неправильно, а сейчас карфагенская легкая должна была заниматься тем, чтобы этих лучей здесь разгонять, это было бы более эффективно, более полезно, и посмотрите, каты уже убегают, в отряде 13 человек, в другом отряде 12 человек, но мораль уже снята, верблюды, любая конца боится верблюдов, и это очень сильный эффект, плюс армян начинает выводить своих катов, это тоже очень сильно снимает мораль, я тут увидел, что Армения бежит, и тоже начал выводить своих катов, плюс существенный момент, почему побежала Армения так быстро, хотя тыл ей был прикрыт, кроме тех моментов, которые я перечислил, существует еще один момент, генеральская дудка, в этот момент, когда здесь происходил замес, несколько секунд назад, я понял, что я сделал правильно, когда взял генерала с дудкой, потому что у моих верблюдов в этом моменте, где начинался замес, с Арменией были бы шансы 50 на 50, кто дрогнет, вполне могли побежать и мои верблюды, и началась паника среди катов, и мы проиграли здесь кавалерийский замес, и на этом все было бы кончено, но генеральская дудка сыграла свою роль, сделал то, ради чего я ее брал, и собственно говоря, мы победили в кавалерийском замесе, здесь я увел каву, разогнался, и сейчас будет чарж в спину спартанцу, завязанному боем, и спартанец сейчас дрогнули гоплиты, дрогнул спартанец, и началась паника, видите, правильные действия моего партнера по этому бою, окружает копья греков своими копьями, такой в бокс загоняют, грубо говоря, и мои каты, спокойно чаржат спину, всю эту толпу, видите, видят, начинается паника, среди лучников, бегут копья, и последнее копье осталось у греков, который сейчас тоже побежит, я здесь начал, так как у нас уже не осталось легкой конницы, я вот своими катафрактами начинаю разгонять лучников, но здесь уже исход боя был ясен, в принципе, можно было бы и сдаться, но наш соперник решил биться до конца, до последнего человека, но в принципе это правильно, но это правильно, когда есть хотя бы какие-то призрачные шансы на успех, здесь мои хашки стреляют, по-моему, по рельефакту армянскому, я уже, если честно, сюда даже не возвращался после того, как начался здесь замес, после того, как мы пошли в раж, и, если честно, я думаю, что сейчас Армения сдастся, но фактически греков здесь уже не осталось, но Армения не сдавалась, в принципе, у них есть определенный перевес по лучникам, ну, не определенный, а очень даже существенный армянский лучник, даже целые отряды по 40 человек у них есть, не отстрелявшиеся у них, так, здесь не так много стрел, ну, в принципе, да, у них стрел не так много, но достаточно, на гляне здесь, на поле делов, я написал своему другу, товарищу по игре, что нужно идти в раж, начал, видимо, и здесь каты бегают, гоняют, научников, я начинаю вот сейчас в этом моменте собирать своих катов в одну кучу, и для того, чтобы стоять здесь смысла нет, то это неправильно, в Армении, вот видите, даже хашка есть, выжила она в этом замесе, есть легкая конница греческая, стоять нам абсолютно никакого смысла нету, нужно идти вперед, и собственно говоря, этим мы занимаемся, начинаем атаковать, я здесь немножечко своего верблюда оставил в тылу, но Армения убегает, Армения убегает, здесь немножечко мой союзник, купим своими, тоже по-моему неправильно действует, здесь я выловил греческую дротику, абсолютно правильно действует в моменте со своими оставшимися прачниками, держите изрядом копье, чтобы не дать возможности на легкой греческой зайти и разогнуть эту всю толпу, ну, здесь мои каты начались уставать очень сильно, вот у меня несколько отрядов свежие, остальные уже уставшие, поэтому я здесь решил идти на пролом и продшарджить армянское копье, тыл у меня был прикрыт копьями Карфа, завязал обычными своими катами и верблюдами, ударил в спину и армянский генерал вспыхивает, вспыхивает лучник, начинается паника здесь и все, Армения бежит и наш соперник сейчас признает признает победу, вот такой вот бой у нас получился друзья мои, с вами был Гамилькар Барка, всем спасибо, кто смотрел, увидимся в следующих видео, бай бай, ompи, гор, друзья мои, 我是 holders, с 我是